Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня, как вы уже поняли, мукбанг у нас крылышки в кисло-сладком соусе, кстати, у нас на канале. На iCook есть рецепт, ссылочку обязательно я оставлю внизу. Переходите, готовьте. У нас здесь брокколи, помидорки и вот такая одна Рафаэлка с чаем будем пить. И давайте приступим. Начнем, наверное, с крылышек. Захотелось мне сегодня с утра поесть крылышек. Вчера еще вечером замариновала, оставила, получается очень вкусно, так пропиталась. Никак не могла найти вопросы, на которые можно ответить в видео. Кому несложно, позадавайте, пожалуйста, вопросы под этим видео. В следующих своих видео обязательно отвечу. Нашла только один вопрос, который заскринила еще давно под грузинскими хинкалями. Вопрос задает Ксю. Ксю, тебе огромный привет! Здравствуйте, Айка! Часто смотрю ваши мукбанки, очень аппетитно кушаете. Спасибо! У меня такой вопрос. Какой тип людей тебя раздражает и с кем бы ты ни в коем случае не стала бы общаться? Просто я немножко не поняла, общаться в каком плане? В плане парень-девушка или в плане подруга? Мне очень не нравятся люди, которые суют свой нос туда, куда не следует. В каком плане? Могу объяснить. Например, в универе у нас была девушка, которая раздавала советы тем людям, которые в этих советах совершенно не нуждаются. Например, ты переборщила, например, сегодня с румянами. Или ты поэкспериментировала, решила купить там какую-то супер неестественный оттенок помады. Она была не моей одногруппницей, а точнее это был мой поток. Но мы часто сидели на уроках, и каждый раз, когда я ее видела, я получала вроде бы не обзывательство, но какое-то замечание. Вроде бы казалось, какая-то мелочь, из-за которой даже не стоит грубить человеку, но в то же самое время неприятно. Например, ты купишь какую-то новую кофточку, она тебе... Ой, Айка говорит, тебе совершенно этот цвет не к лицу. Я помню, у нас девочка купила Samsung телефон, и она такая, ой, Samsung, они такие неликвидные. Добавила бы, купила бы iPhone себе. Вместо того, чтобы просто сказать, поздравляю, и дальше заниматься своими делами, обязательно раздавала советы. Вот таких людей я вообще не люблю. Я помню, как-то на третьем курсе ей ответила, она что-то сказала, Айка говорит, ты сегодня так брови темно накрасила, как будто углем прошлась по бровям. И я такая, да, действительно, а тебе как будто справа и слева дали лещам красным кирпичом. Она такая так повернулась ко мне, и говорит, ты что, Айка обиделась на меня? Я говорю, нет. Просто обрати внимание на себя тоже. И после этого наконец-то она перестала давать всем подряд свои советы. Мы как-то все, знаете, как-то тактично пытались с ней. И вроде бы сильно она никого никогда не обижала. Но опять же, всегда со своими советами. Когда у меня парень покупал машину, это было где-то три месяца назад, он купил новую машину. И, в общем, он сомневался между двумя моделями. Не буду говорить между какими. Но обе седан, хорошие иномарки. И он сомневался между ними, хотя они были плюс-минус в одном ценовом сегменте. И мне нравился один из этих вариантов, который он, кстати, не купил. Ну, я-то рассматриваю машину чисто внешне, чтобы она была красивая. А все остальные параметры как бы меня мало волнуют, как и многих других женщин. Ну, в общем, а мужчины как-то смотрят на машину глобальнее. Там, не знаю. Запчасти, чтобы стоили недорого. В общем, мой парень не сказал мне, что он идет покупать машину. Когда он уже купил, он мне ее показал. Я не стала ему говорить, блин, ты что взял эту? Надо было взять другую. Я сказала, вау, как круто, молодец, поздравляю. Поздравляю, что ты в свои годы смог купить сам себе, без копейки чужих денег, себе машину. Молодец. Сейчас начнутся вопросы. Он же вроде учился и так далее. Если человек учился, это не значит, что он не работал параллельно где-то. Ну, в общем, не буду вдаваться в эти подробности. Ну, да ладно. В общем, я просто его поддержала, сказал, вау, круто, молодец. Хотя, если бы я покупала бы эту машину, я бы точно взяла не эту. Ну, просто зачем портить человеку настроение, тем более человек покупает эту машину чисто себе. зачем это надо? В общем, я не люблю таких нетактичных, токсичных людей, которые везде ледут со своими советами. Когда я купила квартиру, там, не знаю, какие-то знакомые. А зачем однокомнатную? Взяла бы двушку. В такой квадратуре можно было взять и двушку. Я хочу просторную однушку. ой, а я бы на твоем месте не квартиру, а классную машину бы купила. Зря ты квартиру купила. Вот люди с этими всеми советами, наверное, есть люди, которые имеют четкую свою позицию. Я все-таки такой человек, который подвержен чужому мнению. И подобные комментарии со стороны, если честно, они портят мне настроение. И как-то вселяют в мою голову какую-то долю сомнений. Поэтому я никогда не говорю, фу, какой ужас, зачем это надо было. Тебе это не подходит. Нравится человеку замечательно. Я тут при чем? Если меня спросят, я могу дать какой-то совет. Например, брат, когда покупал квартиру, он меня спрашивает, как ты думаешь, стоит ли в вашем дворе покупать квартиру? Честно, дом, в котором мы живем, МТК, мне не нравится. Я ему чисто так и сказала в лицо. Опять же, решать тебе, но мне не нравится. Вот я живу, и меня не устраивает. МТК это по-русски ЖКХ, наверное. Или как правильно. Не знаю, в общем. ЖКХ, Чдиita. Хлоп. Надоın видеть, Если ты рисовала, что-либо. Пока. Смотрите продолжение в следующей серии. Ммм, вкусно еще. Особенно в этом кисло-сладком соусе получается вообще топчик. Так что вот такие вот дела. Смотрите продолжение в следующей серии. Пошла выбирать, но и так и не поняла, чем они отличаются между собой. Новые серии и старые. Спросила у консультанта, консультант мне сказал, ну это плюс-минус одно и то же, год выпуска и так далее. То есть ничего конкретного. Резко мне захотелось Apple Watch. Кстати, золото подорожало у нас. Но я уже, слава богу, себе уже до хрена всего купила. Поэтому ближайшее время даже не планирую. Когда было 8 марта, мне парень первое, что предложил, он такой говорит, давай купим тебе золото. Я ему сказала, что в то время даже золото не поднялось. Я ему сказала, как-то надоело. Вот сережка, как вы видите, Sunlight'овский. Ношу одни и те же, не снимай. Мне они безумно нравятся. У меня есть еще куча золота от Sunlight, который просто лежит у меня в шкатулке. Есть изделие, которое я купила сравнительно недавно. Все так же просто лежит. Я как бы успела купить. До подорожания. Не советую вам сейчас бежать покупать золото. Потому что где-то полтора года назад тоже цена на золото подскочила, а потом упала немножко. Сейчас просто пик цены. Не советую. Лучше вкладывать свои деньги в доллары. Я живу в Азербайджане. У нас курс валют вообще стабильный. То есть монат уже, наверное, два года стоит на одной и той же точке. Но несмотря на все это, я всегда все свои денежные средства держу в долларах. И советую вам тоже. Весно. Воздуйте, что-то. Какое-то. Я хочу! вот такие вот дела мои хорошие спасибо что досмотрели это видео до конца есть она вам понравилось не забывайте ставить лайки и подписываться я буду продолжать снимать для вас контент посмотрим как часто у меня получится выпускать для вас видео в общем моем графике ничего не поменяется всех люблю целую с вами была айка